Заметки электрика Двух разных помещений Или в одном большом помещении Но с противоположных сторон Или на разных уровнях высот И тому подобное Вот я и решил снять об этом отдельное видео Чтобы обратившимся с подобным вопросом Каждый раз не объяснять куда и что подключать А просто давать ссылочку на данное видео Где имеется схема и ее подробное описание Итак, у нас имеется электродвигатель Управляемый через контактор С помощью одного кнопочного поста Как собрать подобную схему Я очень подробно и досконально объяснял В статье про схему подключения магнитного пускателя Ссылочка будет вверху экрана Переходите по ней Единственное, что хотел бы сказать Что в том видео Я не использовал автомат для цепей управления А питание взял непосредственно С выводов контактора Здесь же я Установил отдельно силовой автомат То есть автомат для питания силовой цепи Это автомат, контактор и сам двигатель И также запитал с него Вот две перемычки между двух фаз Автомат, цепи управления Двухполюсный автомат я не нашел Поэтому установил трехполюсный Но использовал два полюса С него запитал непосредственно Уже цепь управления Катушкой контактора Давайте покажу, как это работает Ну, напомним Так, включаем Автомат силовой цепи Включаем автомат цепи управления Нажимаем кнопку вперед Контактор подтянулся И двигатель вращается Нажимаем кнопку стоп Катушка обесточивается Двигатель останавливается Очень часто в комментариях Мне после выхода данного видео Стали спрашивать Как так? У вас три фазы А катушку вы подключили между двух фаз Но взяли ее на 220 вольт Объясняю, что В моем примере на стенде Линейное напряжение трехфазной сети Составляет не 380 привычных для вас вольт А 220 вольт То есть напряжение между двух фаз Напряжение, например, АВ Составляет 220 вольт Естественно, что цепь управления Я взял тоже между двух фаз Ну, ВС в данном случае Естественно, что катушка у нас Подключается тоже на линейное напряжение На межфазное напряжение И должна быть тоже на 220 вольт Но, если у вас линейное напряжение Трехфазной сети стандартное 380 вольт То, естественно, при такой схеме подключения Катушка должна быть у вас на 380 вольт А не на 220 вольт Иначе она сгорит Если у вас трехфазная сеть 380 вольт А катушка у вас у контактора на 220 вольт Так включать, разумеется, по данной схеме нельзя То просто-напросто берется питание с одной фазы и нуля То есть берется не цепь управления Запитывается не с линейного межфазного напряжения А с одной из фаз и относительно нуля То есть как раз будет 220 вольт Тогда у вас вы можете использовать катушку на 220 вольт Ну, думаю, с этим разобрались Потому что очень много вопросов Чуть ли не каждый второй комментарий Приходит именно по Что вы неправильно выбрали катушку контактора Нет, я его выбрал правильно Потому что Еще раз повторюсь, что В моем примере Трехфазная сеть имеет Линейное напряжение То есть напряжение между фазами 220 вольт А не привычные нам Вам 380 вольт Итак, что же сделать, чтобы Управлять данным двигателем С двух мест То есть с помощью двух кнопочных постов Да все просто Мне нужно добавить в данную схему То есть подключить в данную схему Еще один кнопочный пост управления Вот я взял Двухкнопочный Кнопка стоп И кнопка вперед Вся суть изменения схемы Сводится к тому Что все кнопки стоп Обоих постов Нам необходимо подключить последовательно А кнопки пуск Ну или вперед Оно у меня названо Обоих постов Подключить параллельно Назовем У первого поста Кнопку вперед Ну или кнопку пуск Назовем Пуск 1 И кнопку стоп Стоп 1 У второго поста будет Пуск 2 Стоп 2 С этим определились Отключил Отключил оба автомата Здесь открутил кнопочный пост И так еще раз пробежимся Вот питание от цепи управления У нас приходит изначально на кнопку стоп Это у нас кнопка стоп С нее идет на кнопку Стоп 1 Эта кнопка идет на кнопку пуск 1 И далее С этой кнопки уходит два провода Один провод на катушку Контактора Другой на нормально открытый контакт Так как я уже говорил Кнопки стоп Вот кнопка стоп 1 Вот кнопка стоп 2 Их нам нужно подключить В схему последовательно Сюда на первую На клемму 4 Согласно схемы Приходит Питание с автомата А с клеммы 3 Нам нужно сделать перемычку На клемму 4 Кнопки стоп 2 Второго кнопочного поста То есть вот отсюда Нам надо сделать перемычку Вот сюда Вот этот провод я сюда пробросил Сейчас мне надо его подключить На вот эту клемму А эту клемму убрать Вот я сюда подключил Вот она эта перемычка Затем с клеммы 3 Нормально закрытого контакта Кнопки стоп Кнопочного поста Номер 2 Делаем две перемычки Делаем две перемычки Одну перемычку на клемму 2 Нормально открытого контакта Кнопки пуск 1 То есть вот этот Сюда нам надо Вот отсюда Сделать одну перемычку А вторую перемычку На клемму 2 На эту же сторону Нормально открытого контакта Кнопки пуск 2 Кнопочного поста 2 Ну то есть отсюда делаем две перемычки Одна у нас пойдет на Кнопку На клемму 2 Кнопку пуск 1 И вторая перемычка идет на Клемму 2 Кнопки пуск 2 Вот эти две перемычки Вот одна вышла Вот одна пошла Вот она приходит Вот сюда Вот она И вот вторая Подключена с этой клеммы Вот сюда И теперь нам осталось Еще сделать одну перемычку Это С клеммы С клеммы 1 Нормально открытого контакта Кнопки пуск 2 На клемму 1 Нормально открытого контакта Кнопки пуск 1 Готово Вот провод пошел Прошел сюда Сюда И пришел вот на эту клемму Вот она эта перемычка Таким образом мы подключили Обе кнопки стоп Последовательно А кнопки пуск Параллельно Друг к другу Теперь Управлять Катушкой Контактора А также Самим Электродвигателем Можно с любого Ближайшего Для вас Кнопочного поста Это Кнопочный пост 1 Кнопочный пост 2 Ну давайте Подадим питание Включаю двигатель С поста номер 1 Работает Отключаю Можно включить двигатель С поста номер 1 Отключить его С поста номер 2 И наоборот Включить двигатель С поста номер 2 Отключить его С поста номер 1 Если перепутать и подключить кнопки стоп не последовательно друг с другом, а в параллель, то запустить двигатель вы сможете с любого поста, хоть с первого, хоть со второго. А вот остановить его уже навряд ли, так как в этом случае необходимо будет нажимать сразу две кнопки стоп одновременно. И наоборот, если кнопки стоп вы собрали правильно, то есть последовательно, а кнопки пуск собрали не параллельно, а последовательно, то двигатель вы даже и не запустите. Так как в этом случае для запуска необходимо будет нажимать одновременно две кнопки. Вот такие вот могут возникнуть ошибки при сборке данной схемы, так что учтите это. Если вам необходимо управлять двигателем не с двух, а с трех мест, то в схему необходимо добавить еще один кнопочный пост. А далее аналогичным способом подключить все три кнопки стоп последовательно и все три кнопки пуск параллельно друг к другу. Если же вам необходимо управлять реверсивным пускателем, то смысл остается прежним. Только в схему добавится помимо кнопок стоп и вперед и пуск, кнопка назад. Как вы уже догадались, количество кнопочных постов не ограничивается двумя или тремя. И управление двигателем можно осуществлять и с большего числа мест. Это все зависит от конкретных требований и условий рабочего места. Кстати, вместо двигателя к контактору можно подключить любую нагрузку, например, освещение. Вот вам, кстати, один из вариантов схемы управления освещением с двух мест с помощью контактора. Тоже подойдет вполне. На этом, пожалуй, и все. Вот такое небольшое получилось видео. Спасибо за внимание. С вами был Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Задавайте свои вопросы в комментариях. До новых встреч. До новых встреч.